Google презентации. Хороший инструмент для создания совместных презентаций. Очень любят этот инструмент на портале Вики Сибириада. Сейчас я вам ссылочки кину. Вот это, например, коллективная работа, где каждый создавал свой слайд и где собирали коллекцию игр народов России. Разные пятнашки, догонялки и тому подобные вещи. Каждый участник должен был какую-то свою игру предложить и ее правила написать на своем слайде. А вот это, например, создавали коллективный сборник лучших книг для детей и подростков. Такой коллективный список в виде презентации. Сервис Google слайды или Google презентации абсолютно бесплатный. Ограничений никаких нет. Вы можете импортировать слайды из PowerPoint и наоборот экспортировать это в формате презентации или в формате PDF. Можно даже как картинку или текст. Единственное, необходим Google аккаунт для работы в этом сервисе. Вот так выглядит шаблон для работы над презентацией. Здесь все достаточно просто. На русском языке напоминает PowerPoint. Вверху инструменты для того, чтобы редактировать объекты и добавлять новые. Здесь есть несколько макетов. Ну вот, через кнопочку макета они открываются. Можно выбрать темы для оформления. Их тут не очень много. Внутри темы уже прописан и шрифт, и какое-то общее оформление. Вы можете загрузить свои слайды из PowerPoint и сделать их основными для оформления. Такой тоже можно. Что еще из возможностей здесь присутствует? Можно, как в обычном PowerPoint, добавлять переходы между слайдами, даже скорость. Опять-таки, переходов здесь не так много, как в PowerPoint, но есть такая возможность. Что еще? Любой объект мы можем анимировать. Щелкаем по нему, выбираем раздел анимации и выбираем опцию анимации. Таким образом мы можем его анимировать на появление, на исчезание. Такие движения сделать. И дополнительно через кнопочку вставки, что можно вставить внутрь презентации. Картинки, тексты, аудио. Аудио добавляются только из Google Диска. То есть сначала вам придется на свой Google Диск его загрузить, а потом уже сюда вставлять. Видео можно из YouTube добавить. Ну, фигуры из библиотеки, таблицы и теограммы создаются прямо здесь же внутри презентации разных типов. Либо можно из Google Таблиц их экспортировать, импортировать. Ну вот в целом, в общем, здесь все очень функционально и все не очень сложно. Это можно о русском языке. Дополнительная возможность у этого сервиса есть возможность настраивать внутреннюю навигацию. Ну вот покажу ее на примере вот такой виртуальной выставки. То есть мы нажимаем на книгу на этой выставке и отправляемся на тот слайд, где рассказывается об этой книге. То есть вот каждая обложечка, она становится такой гиперссылкой, которая ведет внутрь самой презентации. Это очень удобно, если вы создаете такую сложную презентацию из нескольких разделов, и это вам понадобится. Это делается достаточно несложно. Для этого есть опция гиперссылки. Вообще вы эту ссылочку можете прикрепить к любому тексту и к любому объекту. Но эта ссылка может быть внешняя на какой-то веб-ресурс, а можно ее сделать внутренней. Ну, например, я выбрала обложку книги, выбрала опцию ссылка и выбрала опцию слайды в презентации. А дальше я просто из списка выбрала нужный слайд, куда должна вести эта ссылка. Так внутри презентации можно устраивать внутреннюю навигацию и делать более интересным просмотр. Дополнительные совместные работы. Здесь есть возможность писать комментарии. Вот эта кнопочка для добавления комментариев. И через кнопку настройки доступа мы можем приглашать соавторов и тоже выставлять им уровень доступа. Это может быть просто читатель, это может быть соавтор, ну, пожалуй, по-моему, все. И комментатор, да, третий вариант комментатор. Ну, как я уже сказала, презентацию можно опубликовать в интернете, и тогда мы получим ссылку и код, чтобы встроить ее куда-нибудь. Ну, скачать можно и ПТФ, вернее, Пауэрпоинт сюда загрузить внутрь. Причем вы можете импортировать вообще полностью презентацию Пауэрпоинт с компьютера, а можете отдельные слайды только внутрь вставить для работы. Ну, вот, пожалуйста, так выглядит окошко для приглашения. Всех, кого вы приглашаете, вы им мало того, что даете доступ, еще, когда им придет приглашение, они должны будут завести себе Google-аккаунт, если у них его нет. Вот в этом случае они смогут вместе с вами соавторами стать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!